Здравствуйте, я Леонид Чукин. Добро пожаловать на проект «Будь в форме». Мы продолжаем знакомить вас с нюансами и хитростями тренировочного процесса. В прошлом выпуске мы с тренером фитнес-центра Мегаполиса Артемом. Артем, привет. Здравствуйте. Начали рассматривать такой вид спорта, как пауэрлистинг. Мы выяснили, что для успешности в этом виде спорта необходимо обладать силовыми качествами в трех движениях, а именно в приседаниях, жиме лежа и становой тяги. В ближайших трех выпусках мы подробно расскажем о каждом движении. И сегодня начнем с приседаний. Артем, ну в целом надо, наверное, пояснить, что такое приседание со штангой. На какие группы мышцы работают. И на что делает акцент пауэрлифтера? Очень сложный вопрос. Так быстро на него не ответить. Если попросту говоря, пауэрлифтер использует свои антропометрические данные во благо себе и может менять нагрузку как с ног, так и на спину или наоборот. В зависимости от того, где у него располагается штанга, как широко у него стойка. В общем, очень много моментов. Получается, приседания пауэрлифтера, это немножко другие приседания, не такие, как вот обычно в зале мы тренажера наблюдаем. Все верно. В тренажерном зале люди рассчитывают на увеличение гипертрофии мышц. Пауэрлифтер несколько по-другому рассматривает приседания. То есть ему нужно показать максимальный результат в этом движении. А за счет чего он будет показывать, это уже, так сказать, ну опять же, возвращаясь к предыдущему вопросу, зависит от антропометрических данных. То есть, возможно, у человека может быть сильная спина, возможно, у человека будут сильные ноги. То есть, вот, все зависит от этого. То есть, получается, что в зависимости от индивидуальных особенностей атлета и подбирается техника? Да, все верно. Если конкретизировать, да, то есть, технические особенности, то есть, это положение штанги на спине, это разворот коленей, это широкая или узкая стойка, это положение кистей на грифе. То есть, вот суммируя все это, это и называется индивидуальной техникой. Ну что ж, Артем, предлагаю теорию, перейти к практике. Поддерживаю. Пойдемте. Первое, с чего начинается приседание, оно всегда начинается одинаково, это с выбора ширины хвата штанги. Он должен быть максимально удобный, чтобы вы не думали в процессе приседаний о том, как нужно держать штангу. Не должно выкручивать ни локти, ни плечи. Допустим, пускай он для меня будет вот такой вот. Дальше, следующим этапом идет укладка штанги на спину, либо на плечи, кто как, по-разному называет. Следующим этапом у нас идет съем штанги со стойкой. Нужно четко встать под грифом, чтобы съем выполнялся именно ногами. Закрепляем спину, снимаем штангу. Минимальный энергозатратный отход от стойка, то есть в 2-3 шага. Выставляемся, держим спину напряженной, коленки у нас вставлены. Это рекламентировано правилами соревнований. Без этого вам не даст команду судья соревнований. Судья дает команду, движение начинается с колен. Идут колени, потом отводится таз назад. Садимся, проходим угол параллели и встаем на место. Закрепили коленки, судья дает команду на стойке. Ставим штангу на стойке. Собственно, вот так выглядит у нас процесс приседаний. Коротко сказать об оборудовании. Оно должно быть лучше, когда оборудование профессиональное. Касаемо стоек, они должны обязательно регулироваться по высоте, потому что снимать штангу слишком низко, либо тянуться за ней с носка, ну, во-первых, неэффективно, во-вторых, еще небезопасно, потому что можно потерять равновесие и упасть. Вот, собственно, как выглядит у нас приседание. Мы разобрали, как оказалось, очень сложное упражнение. Приседание со штангой многосуставное и требует четкой концентрации внимания на всех этапах выполнения. Но уверен, следуя советам Артема, вам удастся добиться наилучшего результата в этом движении. В следующем выпуске мы продолжим знакомить вас с соревновательными движениями пауэрлифтинга и поговорим о, наверное, самом распространенном из них, а именно о жиме штанги лежа. Всего вам доброго и будьте в форме с телеканалом Видное ТВ.